3 февраля большая делегация из Лобинского района отправилась в город-герой для участия в юбилейной 50-й Всероссийской военно-патриотической акции «Без козырка-2018». Уже 9-й год подряд Лобинское городское казачье общество участвует в Всероссийской акции «Без козырка-2018» в городе Новороссийске, посвященной высадке ленинградного десанта под предводительством и подкомандованием майора Кунникова на Малую Землю. Кроме этого, Лобинским городским казачьим обществом и администрацией города Лобинска заключен договор о шефских связях с отрядом погранично-старжевых кораблей в городе Новороссийске. Мы еще и проведываем своих подшипных. Ребята посещают корабли и катера, которые несут охрану государственной границы, знакомятся со службой, с условиями жизни морских пограничников. Более 40 казачат из школ города и района, а также их наставники, приехали в Новороссийск, чтобы почтить память советских моряков-десантников, погибших при обороне Малой Земли в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. Этой дате посвятили митинг у памятника «Передний край обороны в Новороссийске». Собравшиеся говорили о том страшном времени в историю Великой Отечественной. 225 дней в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками черноморцы удерживали плацдарм, названный ими Малой Землей. 20 700 судеб оборвалось на Черноморском берегу, освобождая город от немецко-фашистских захватчиков. К вечному огню участники митинга возложили венки и цветы. Бескозырка стала примером верности своей родине и примером истинного патриотизма для всех россиян. Полвека молодежь Кубани и всей России проводят эту акцию. От памятника «Передний край обороны» к мемориалу «Малая земля» тысячи участников мероприятия с зажженными свечами проводили бескозырку, ставшую символом отваги, мужества, героизма. У мемориала на месте высадки легендарного куниковского десанта состоялась реконструкция боя морской пехоты с фашистами. В память о советских бойцах, которые сражались на Малой земле, военные моряки спустили на воду венок с бескозыркой. Наталья Твининко, Георгий Сопов, телекомпания «Лобан». Наталья Твининко, Георгий Сопов, телекомпания «Лобан». Наталья Твининко, Георгий Сопов, телекомпания «Лобан». Продолжение следует...